Приветствую вас. В каждом случае возможно два, на мой взгляд, варианта. Вариант первый, он звучит так примерно, что женщина действительно хотела себе обеспеченного мужчину, ну действительно она вот рассчитывала на такого вот обеспеченного человека, вот, но она его не нашла, она его не нашла элементарно. Понимаете? И теперь, теперь, она просто ищет того, с кем бы ей связать свою жизнь. Понимаете? То есть здесь, мне кажется, что она просто отчаялась, вот, и её отчаяние перекидывается как бы на вас. Да, просто она вот, от отчаяния хочет, ну, найти кого-нибудь. Понимаете? Так вот мне видится, по крайней мере. То есть тут я с коллегой не согласен. С другой стороны, с другой стороны, может быть такая история, что она специально писала вам о том, что... что вот ей там, ну, кто-то нужен, да, специально писала о том, что... что ей нужен... богатый там, обеспеченный и так далее. Для чего? Для чего? Да чтобы вас просимулировать к какому-то развитию, какой-то там позиции и так далее. Ну, то есть как бы хотела она вас так... замотивировать. Вот. Хотела. Хотеть то хотела, но... не получилось. Не получилось. Судя по всему. Вот такие вот могут быть у вас два варианта. Здесь. И я, честно говоря, склоняюсь больше к варианту всё же первому. То есть что-то мне вот кажется, что первый вариант, он... такой... поближе к реальности. Вот. Ну, а... второй вариант, он... конечно, вполне реален. Второй вариант. Вот. Но... я опять же, да, я не хочу вас расстраивать, не хочу как-то вас... там... наузкивать против женщины, вот. Но то, что вы пишете, да, что она говорит, что не всегда получается так, как хочет, так, как хочется, да. Это, вот, сраная доля вероятности. Может быть, как... ее вынужденность. Она не стесняется вам об этом говорить, потому что... ну, недостаточно сильно вас уважает, к примеру. Вот. Либо это может быть желание вас как-то вот просимулировать и совсем уж не идти с инициативой. Вот. Понимаете? То есть вы говорите, что вам она нравится? Так, а если она вам нравится, по какой причине вы не проявляете инициативу сами? То есть вы хотите понять, нравится ли вы ей? Но зачем? Зачем? Зачем вам это? Для чего вам это? Знаете? Вот. То есть мне кажется, что здесь достаточно важная такая история. Вот. Мне кажется, что здесь очень важный момент. Как проявляется ваша, к примеру, именно симпатия? Вот. Как проявляется, к примеру, ваша история? Как проявляется, к примеру, ваша, ну, позиция? То есть, ну, если, если она вам действительно нравится, то, как бы, ждать того, что она проявит симпатию, ну, не имеет смысла. Вы сами сделайте первый шаг и посмотрите. Вот. Скорее всего она ответит взаимностью. Ну, вот сейчас, на данный момент. Скорее всего, она ответит взаимностью. А дальше смотрите по ее отношению. Если будет стараться подчинять, значит, первый вариант верный. Если не будет стараться подчинять, значит, верный и второй вариант. Вот. Я не могу просто согласиться с коллеги, да, так вот, полностью. Да, может быть, это может похоже быть на такое вот её изощрённое, хитрое поведение. Но, если женщина способна такое изощрённое, хитрое поведение, то, ну, я бы сказал, что для вас это вот в некоторой степени опасно, потому что женщина, которая способна на такое вот изощрённое поведение, да, она может так же изощрённо, например, вам мстить, что вы, или там что-то ещё делать так, что вы не поймёте. Поэтому, дабы вам не мучиться, да, я всё же рекомендую, вот, ну, попробовать, что вы теряете, а вот причина, по которой вы, как бы, спрашиваете у нас о её симпатии к вам, это вот куда более интересная история. То есть, тут уже вопрос именно к вам скорее, да, вы чего-то боитесь, вы там, допустим, в себе не уверены, или может быть ещё какая-то позиция. Вот. То есть, то есть, на мой взгляд, тут вот надо смотреть. Если есть какие-то страйки, если есть какие-то истории, если есть какие-то моменты, то с этим нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благоблагодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.